Если ты до сих пор не понял, про какой фон я вообще разговариваю, вот, сзади меня. Я не знаю, что там валов намудрили, но почему-то именно эта штука жрёт до хрена. Я сейчас краем глазом посмотрел на свой FPS и охренел. Слышишь, чё нормально? Хе-хей, здорово, дружище! С тобой Серёга, Сайбербанана. И сегодня я тебе расскажу, как легко и просто повысить FPS. Обновление выходит, твой FPS, естественно, падает. Но я знаю несколько штучек, которые тебе помогут его поднять. Присаживайся поудобнее. В принципе, я начинаю. Подведём итоги с прошлого видео, и вот этот юсб забирает у нас кто? А ну, смотрим. Прилив, говорит, топ-канал! Ну, дружище, я тебя поздравляю. Напиши мне вконтакте и подтверди, что это твой YouTube-аккаунт. Итак, впереди нас ждёт четыре этапа. Первый этап — это мы удаляем Counter-Strike и все папки к нему, чтобы не было вдалейших багов. Кстати, это частая проблема. Если у тебя какие-то проблемы есть в Counter-Strike, обязательно удаляй. В принципе, можешь даже не восстанавливать. Ну ладно, второй этап — это параметры запуска. Будем чистить все параметры запуска, чтобы тебе ничего там не мешало, и поставим только то, что нужно. Дальше, третий этап — это фон. Мы будем убирать фон из Counter-Strike, чтобы тоже ты быстро мог залететь в Counter-Strike и также быстро залететь на карту. Ну и четвёртое — это мы залетим на определённую карту, где мы поставим рекомендуемые параметры, и благодаря этому FPS твой взлетит. Ну, плюс ещё сейчас обновления некоторые вышли, и там надо некоторые функции в настройках отключить, и тоже твой FPS взлетит. Всё, в принципе, начинаем первый этап. Очень много людей удаляют Counter-Strike, но не удаляют папки. Сейчас расскажу и покажу, где это находится. Заходим в библиотеку и залетаем в Counter-Strike. Кстати, видишь вот этот жёлтый баток? Если тебе интересно, обязательно посмотри. Ссылочка в описании есть видосик, рассказал, как такую штуку сделать. Итак, Counter-Strike, после чего нажимаем «Управление», дальше «Удалить устройство». Так удаляют абсолютно все. Но если мы зайдём в «Свойства» после удаления, дальше «Локальные файлы» и посмотреть «Локальные файлы», здесь как раз вот этот Counter-Strike есть. Его нужно зайти в «Common», и вот именно здесь вот эту саму папку удалить полностью. После чего ты обязательно обратно устанавливаешь Counter-Strike, обязательно, и у тебя эта папочка уже чистенькая с нуля будет. И то, что ты копил несколько месяцев, все какие-то файлы там с серверов и прочего уже не будет. Ну, соответственно, багов и лагов также нет. Ну что, приступаем ко второму этапу. Нас, кстати, 52 тысячи подписчиков. Спасибо лично тебе огромное. Спасибо, что ты меня смотришь. Спасибо за твои лайки и комментарии. И, кстати, напиши, если ты сейчас будешь делать свой FPS, напиши, сколько у тебя FPS было до и сколько стало после. Только не забудь. И давай загрузим на этот видос тысячу лайков. Мне будет приятно. Сейчас поговорим о параметрах запуска. Всё, что нужно сделать. Сначала в них зайти. Это Steam, после чего библиотека. Counter-Strike, правой кнопкой больше по нему. И дальше свойства. Здесь, в самом начале, вот тут написано «Установить параметры запуска». Залетаешь сюда и удаляешь абсолютно всё. Тебе ничего здесь не нужно. Оставь только одно. NoVid. Это в самом начале, когда появляется заставка, просто её у тебя не будет и быстрее зайдёшь в Counter-Strike. И T-Crate это я лично для себя оставил. Мне так удобнее, потому что какие-то моменты я записываю. Это кадры, которые мне нужны, в принципе, для видоса. Ты понял. Но если у тебя старый процессор от Intel, провеши вот такую команду. NoBearShader. Это поможет тебе, это твой FPS повысит. Специально Valve сделали для тебя, чтобы ты смог на стареньком ПК катать. Но если нет, если у тебя AMD и прочее, братька, это вставлять не нужно. Кстати, если ты не знаешь, что, как правильно писать, в описании я тоже вот эти как раз параметры запуска оставлю. После чего нажимаешь «Ок» и всё, в принципе, тебе больше ничего не нужно. И приступаем теперь к третьему этапу, а именно убираем фон. Кстати, совсем забыл сказать, что в моей группе ВКонтакте проходит сейчас розыгрыш. Первая ссылочка в описании, обязательно участвуй. Давай, халява, уже скоро, через пару дней подведём итоги. Если ты до сих пор не понял, про какой фон я вообще разговариваю, вот, сзади меня, вот это называется фон. Видишь, там Сайбербанана блестит. Его мы сейчас будем выбирать. Сначала выйдем из Counter-Strike, естественно, куда же без этого. После чего мы будем нажимать на Steam, библиотека, дальше опять Counter-Strike, те же самые свойства, как было ранее. Дальше «Локальные файлы», «Посмотреть локальные файлы». Дальше нажимаем CS GO, после чего ищем «Панорама», дальше «Видео». И вот эти самые как раз фоны, ну, ты видишь, да, их надо просто все удалить, либо переименовать папку. Надо переименуем, допустим, «Видеос» поставим, ну, «Видеос 5», к примеру, да, чтобы потом, если что, пятёрку убрать, ты хочешь поставить всё на место. Всё, теперь заходим снова в Counter-Strike. Ну, как ты видишь, всё работает, чёрный фон, то, что нам нужно. Ну, ты скажешь, а нахрена мне вообще надо? Мне надо VMFPS, мне не надо FPS в панораме. Объясню, благодаря параметрам запуска, которые мы также писали, но вид, и благодаря тому, что мы убрали вот этот задний фон, быстрее заходишь в Counter-Strike. И, соответственно, быстрее, если ты выбрал Mirage, и ты залетаешь на карту Mirage, быстрее залетаешь на саму карту, потому что у тебя компьютер сейчас не нагружен. Понял? Смысл, в принципе, понятен. Наверное, ты не в курсе, но у меня есть свой Дискорд-канал, и по вечерам мы там кайфуем, общаемся, наслаждаемся, даже катаем один на один. Есть свой, кстати, Инстаграм, где я снимаю свою личную жизнь, поэтому, дружище, ссылочки все в описании. И, кстати, да, у меня есть также Twitch-аккаунт, где я по выходным смотрю какое-нибудь кино. Посоветуй какое-нибудь кино ты мне, и мы вместе его с тобой заценим. Всё, дружище, в описании всё есть. На самом деле, теперь приступаем к самому важному, а именно мы ковыряемся в настройках и ставим то, что нам действительно нужно. Первое, самое важное, это заходишь в настройки, изображение, и отключаешь повышенный контраст игроков, именно выкол. Это жрет FPS нереально. Я не знаю, что там валов намудрили, но почему-то именно эта штука жрет до хрена. На самом деле, высокая и низкая тоже смысла нет ставить, ты для себя подбирай именно то, что нужно. Обязательно оставляй сглаживание с помощью FXAA, чтобы не было прям вырви глаз. А в остальном, сам здесь всё подбирай. Но самое важное, это повышенный контраст игроков отключай. Дальше заходим в карту из мастерской, я ссылочку на неё в описании оставлю. Вот она, родная карта, Benchmark FPS. Выбираем любого. И вот здесь вообще не надо напрягаться, ты просто берёшь, видишь, написано. Рекомендед валуе. И ты просто нажимаешь. Рекомендед валуе, 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 валуе. И всё. После чего сейф. И готово, братик. Ты можешь пройти, посмотреть, сколько твоих FPS будет, но это не нужно. Всё. Вот оно. Всё готово и работает. И теперь... Я сейчас краем глаза посмотрел на свой FPS и я охренел. Слышишь, что нормально? Ля-ля-ля, там под 800. Каждый FPS мой ролик всё больше и больше. Скоро за тысячу, пацаны, залетим. Жёстко. Ну вот, я тебе рассказал о хороших четырёх способах, которые ты делать должен по очереди, чтобы у тебя твой FPS реально взлетел. Как ты понял? Первое, это мы удаляем Counter-Strike. Второе, это мы параметры запуска чистим. Следующее, это мы убираем фон. И пятое, это настройки делаем именно те, которые нужны. И, в принципе, всё. Твой FPS летит. Дружище, не смотри другие ролики. Смотри именно этот ролик, он буквально тебе сразу на глазах поднимет FPS. И обязательно в комментариях напиши, сколько FPS было до, сколько после. Всё. Я прощаюсь с тобой. Ну, если что, посмотри вот этот годный видос. Годнота, я тебе реально говорю. Посмотри. Лайкуйте, кстати, не забудь сюда и туда. Давай. Пока-пока.